Привет, друзья! Сегодня я побывал в службе доставки и забрал посылочку. Посылочка, как вы видите, здесь стоит на столе. Это биотуалет Lumpix. И сегодня будет очень интересный ролик. Один из роликов, вообще всего их будет 4. Будут тесты, будут обзоры и будет общий ролик, в котором я расскажу вообще про все биотуалеты, которые существуют на рынке. Сравню их друг с другом. В общем, ролик по типу того, что я рассказывал на тему автохолодильника. Какая история получилась с этим биотуалетом? Почему у меня такая довольная физиономия? Сейчас вы все поймете. Сразу оговорюсь, этот биотуалет мне прислали в качестве рекламной интеграции. Со мной связались представители компании и предложили сделать серию видеороликов, рассказать об этом бренде. Когда мне назвали название бренда Lumpix, он мне вообще ни о чем не сказал. Чтобы вы понимали, на рынке существовало до недавнего времени фактически два игрока. Это Dometic, который даже в самые лучшие времена был представлен очень слабо, но качество там отличное, великолепное, суперское, чего не скажешь о цене. То есть, Дометиковские биотуалеты стоили в два раза дороже, чем биотуалеты другого бренда. Самого популярного это бренд Thetford. И подавляющее большинство, наверное, процентов 95 людей, которые покупали биотуалеты, они покупали Thetford. Выбор был огромный. Моделей там у них штук, наверное, 10 всяких разных от супербюджетных до уже таких достаточно дорогих. И, собственно, вот других брендов я не знал, не рассматривал, мне было особо неинтересно. Есть Thetford и замечательно. Я их покупал, ставил у автодома, сам с ними путешествовал. Но я понимаю, в какой реальности мы сейчас живем. Бренды постоянно уходят из России. С Thetford'ом все тоже стало сложнее. То есть, в Dometic сейчас вообще днем с огнем не сыщешь. А с Thetford'ом тоже начинаются небольшие перебои. И когда, соответственно, мне предложили сделать обзор всей серии видео на вот этот туалет нового для меня, как я думал, бренда. Сейчас поймете, о чем я говорю. Lumex. Я, естественно, согласился. Сразу оговорюсь, что несмотря на то, что интеграция рекламная, с представителем мы обговорили тот момент. И, грубо говоря, в договоре это все зафиксировали, что я буду высказывать исключительно свое мнение. Для меня это важно, поскольку я сам занимаюсь строительством автодомов. И дезинформацию никакую вносить даже в рамках рекламной интеграции я не буду. Представители абсолютно адекватные люди. Они сказали, давай делай. Мы как бы доверяемся. Все хорошо, все классно. Смотрели твои ролики. Ты лишнего не скажешь. За что им? За доверие огромное спасибо. В итоге мы ударили по рукам, заключили договор. И мне присылают вот эту коробку. Ну, Lumex и Lumex. Я уже много раз повторил, мне он ни о чем не сказал. Но когда я в службе доставки вскрыл коробку, я был просто дичайшим образом и очень приятно удивлен. Потому что я увидел здесь вот эту надпись. Made by Seaflo. С компанией Seaflo. И вот это уже вообще не реклама. За это мне ничего не платили. И кто мой канал смотрит давно, прекрасно знает. Я за нее топил уже очень много лет. В общем, компания Seaflo мне знакома уже, ну, минимум года два. Они производят огромный, гигантский просто модельный ряд насосов, которые используются в системах водоснабжения автодомов. Вообще они их делают для катеров, для яхт в основном. Ну, автодомчики, естественно, не применули использовать их у себя на борту. Потому что, ну, фактически, что такое автодом? Это тоже сухопутная яхта в какой-то степени. У них есть помпы осушительные. У них есть помпы перекачивающие. У них что только нет. У них есть даже люки какие-то там. По-моему, 8 моделей люков пластиковых классных. Потом, если надо будет в комментах напишите, я вам покажу. У них есть люминаторы. У них есть всякие кнопочки. У них есть выключатели массы. То есть, ассортимент компании достаточно велик. И что самое главное, качество. Качество у них шикардосное. Когда-то давным-давно, года три назад, я ставил автодом в свой прицеп. Немецкий, хороший, там, дорогущий вообще космос. Насос мембранный. Ну, в принципе, он работал. Но работал довольно-таки шумно и стоил очень дорого. И потом, вот опять же, как я уже повторюсь, год-два назад, я впервые увидел в продаже этот Сеофлок. Купил, и с тех пор я их переставил на заказные автодома. Сам использую. Уже штук, наверное, 30. У меня пол склада завалено. Вот сейчас у меня Ситроен в работе. Вот, пожалуйста, там один насос сейчас ставится. Гидроаккумулятор ставится. Там еще палубный насос ставится для того, чтобы мыться. У меня в автодоме там кнопочки всякие, насос. Пойдем, пройдем, покажем. Чтобы не говорили, что я голословно что-то утверждаю. Здесь у меня тоже строительство. Параллельно, вон он, пожалуйста, насос. Сеофлок. Вот. И вон кнопочку покажу. Кнопочка Сеофлок. То есть, к чему я это говорю? К тому, что рекламная интеграция для меня в один момент стала не просто работой, а стала, ну, личным интересом огромным. Потому что я реально не знал о существовании биотуалета в компании Сеофлок. Если бы я знал, я бы уже давным-давно купил за свои деньги, протестировал его как минимум один сезон и сделал выводы. Почему? Потому что ни один, ни одна единица продукции компании Сеофлок не вызвала у меня до сегодняшнего дня никаких вопросов. Офигенное качество, офигенная цена. То есть, ну, одни плюсы. То есть, только положительные ощущения. И теперь еще, оказывается, у них есть биотуалет. Я изучил информацию, почитал там немногочисленные отзывы. Опять же, повторюсь, у нас в основном все пользуются Тетфордами. И как-то, я не знаю почему, компания Сеофлок не сильно пиарит, что у них еще и биотуалет есть. Но вот теперь мы это знаем. И сегодня мы распакуем этот туалет. Посмотрим, что в нем есть внутри коробки. Посмотрим, как он устроен. Насколько он там прочный, надежный, крепкий. Какие у него преимущественные плюсы. И на этом ролик закончится. А дальше пойдет еще три ролика. То есть, варианты там использования. Я их сравню. Прямо поставлю Тетфордский туалет. У меня есть на складе. Поставлю вот этот Lumbix. Мы их друг с другом сравним. Потом будет ролик, в котором я в общем и целом расскажу про все существующие виды биотуалетов, которые устанавливаются в кемперы. И потом, наверное, будет практический тест. То есть, мы зальем его там жидкостью. Покрутим, повертим, переворачиваем. Посмотрим, как там, что протекает, не протекает. То есть, в таких, в реальных условиях. Потому что хороший биотуалет, даже если он там, допустим, не закреплен в автодоме, то в каких случаях полным-полным он там в процессе движения переворачивает, с ним ничего не происходит. Он не пахнет, он не протекает, он не сочится, он не раскалывается. То есть, биотуалет это важная штука. Если, не дай бог, у вас заполненный биотуалет там, не знаю, до встречного, вы понимаете, что это будет катастрофа. Поэтому, к такому виду продукции особо трепетное внимание, трепетное мнение. Итак, давайте начнем с коробки. Что же из себя представляет? Модель, конкретно данная, это портейбл туалет 79-126. Насколько я понимаю, это одна из таких топовых моделей. Чем она отличается? Ну, во-первых, она высокая. То есть, у нее большой бак нижний, большой бак верхний. У нее идет поршневая система слива. То есть, есть такие гармошки, они реально неудобны. А есть поршень. То есть, вы один раз попустили, и у вас нужное количество вот этой жидкости. Там же, кто не знает, в верхний бак заливается один тип жидкости, в нижний бак заливается другой тип жидкости. И вы там, грубо говоря, по назначению используете туалет. Взяли вот эту помпу, слили. Там нужная дозировка верхней жидкости слилась в нижний бак. Они там начинают, какую-то химическую реакцию производится. И все отходы там убиваются. Запахи, они расщепляются и так далее. Здесь, соответственно, стоит поршень. Это очень важно. Поверьте, кто сначала на биотуалетах экономит и покупает гармошку, которая фактически как воздух просто. Короче, не имусь. Ее там шлепаешь, шлепаешь, она там с третьего раза что-то плюнет. А в итоге потом удивляются. Ой, он пахнет. Дальше, вот отличие этого биотуалета в чем? Здесь очень классная стрелочная индикация. То есть обычно в биотуалетах там такая индикация. Она либо зеленая, либо красная. И все. Это в тех моделях, где есть в принципе индикация. То есть в чем проблема? Ты такой приехал в кемпинг, там пользуешься, купаешься на морюшке, пользуешься туалетом, все хорошо. И потом часов в 11 вечера ты собрался ложиться спать, пошел там перед сном в туалет, грубо говоря, там сделал дела. Опа! У тебя индикатор красный. Это тебе надо в 11 часов переться куда-то, его сливать, заливать воду, заливать химик. Короче, целый геморрой. Здесь ты конкретно видишь, там треть бака, пол бака, ты все-все-все, ты заранее понимаешь, когда у тебя уже начнутся проблемы. Еще один момент, Валин, сейчас я еще в реальности это покажу. Здесь есть место для туалетной бумаги. Тоже когда ты в рамках палатки очень часто используют таким образом, то есть автодом, автодомом, внутри не тратят там полтора-два метра на устройство туалета. Приехали, в частности мы так путешествуем, возле автомобиля поставили быстровозводимую палатку, поставили туда биотуалет. Все удобно, но каждый раз проблема, куда деть бумагу, вот куда ее деть, на пол поставить, и вот там муравьи сожрут. Куда-то положить некуда вроде как, ну то есть такое. А здесь вот есть отсек, поставил и прямо из туалета вытягиваю. Вот здесь опять про индикатор сказано. И еще очень важный нюанс, который мне понравился, мы это позже испытаем. Производитель заявляет, что нагрузку держит этот биотолит 200 килограмм. 200 килограмм. Тетфорд заявляет, что у них по-моему нагрузка что-то там 120 килограмм, а здесь 200. И это реально круто. У нас все-таки таких полных людей достаточно много. Ну и в принципе даже если ты не полный, хочется все-таки иметь какой-то запас прочности. И хочется надеяться, что все будет хорошо. Так, давайте уже наконец перейдем от слов в дело. Так, сейчас попробую его достать аккуратно. Опа! Вот еще важный момент. Чем не может похвастаться, кстати, Тетфорд, а китайский Сеофло похвастаться может? Ножки. Прорезиненные ножки. Я не понимаю, почему другие производители их не делают. И когда ты его ставишь где-то внутри автодома, например, у тебя линолеум там или еще что-то, он елозит. Здесь вот эти ножки позволяют ему стоять крепко. Не очень приятно, когда ты с горшка, извиняюсь за выражение, встаешь, и у тебя так ву-у-у, туалет уехал. Ну куда это годится? Вот. Такие дела. Значит, смотрим, что у нас тут интересного. Пластик. Ну, обзор мы, как я уже сказал, предметный и примерный снимем потом. Не буду ничего говорить. Могу сказать, что он однозначно прям, это сразу чувствуется. Он здесь толще, чем у Тетфорда, чем у Дометика. Далее. Далее. Ох, как интересно. Крышка для залива верхнего бака. Она вот с такими, видите, да, соединениями. Очень удобная. Я вот не помню. Но это мы уже в процессе обзора. У Тетфорда как-то по-другому сделано. Поршневой механизм. Вот прям классно. Я вам покажу потом. На Дометике на нем такого нет. Не, на каких-то моделях есть наверняка. Но там модели Тетфорда. Там ценник у них начинается, по-моему, от 8 тысяч за самые простые. А крутые, премиальные, там в районе 30-ки стоят. Там чуть другой формы, там измененной. Но, тем не менее. А здесь цена совсем другая. Абсолютно адекватная. Абсолютно вменяемая. Так, дальше. Снимается нижний бак классическим образом. Вот таким вот. Здесь у нас очень плотные уплотнители стоят. Все в порядке. Вот та ручка, про которую я говорил. Сюда у нас устанавливается рулон туалетной бумаги. Это реально удобно. Кто в теме, тот знает. Слив отходов происходит через трубу. То есть, вот вы разобрали туалет, отнесли и аккуратненько слили. Ну, тут, в принципе, все как у всех. Тут ничего особенного нет. Крышки все снабжены прокладками. Тоже немаловажный фактор. Но, вообще, могу сказать, что если разобрать жалобы и претензии людей на то, то, что запах идет с биотуалета, еще что-то, он идет в двух случаях. Либо, если вы пользуетесь в трех случаях. Либо, если пользуетесь некачественной химией, первое. Второе. Если вы используете недолжное количество этой химии, то есть, пытаетесь сэкономить. Вместо одного, грубо говоря, одной дозировки, делайте ее в два раза меньше. И третье. Если вы вовремя его не выносите. То есть, его надо просто вовремя опорожнять. И все. Еще важное отличие вот этого биотуалета от некоторых моделей, там, известных брендов. Кнопка сброса давления. То есть, бывает такое, к сожалению, на недорогих моделях особенно, ты идешь опорожнять бак, открываешь крышку, и у тебя такое, ну, не самое приятное ощущение. Бывает еще такое, что ты, когда, ну, воспользовался, ходишь, крышку открываешь, такой дисторит. То есть, ну, понятно, что там происходит процесс определенный внутри бака. Он же герметичный, и надо куда-то давлению деваться. И вот здесь, прежде чем его опорожнить, просто нажали кнопочку, давление стравили, и все. И никаких проблем. Первое впечатление супер. А, вот, смотрите, есть еще. Держи, как она ставится. Дел туалетную бумажку. Опа, не запаковал. Есть еще здесь вот такое отделение, чтобы положить вот бутылочки с химией. К сожалению, самих бутылочек нету. У пары моделей Тедфорда я тоже видел такую штуку, но тоже продают они без бутылочек. Ну, а здесь, собственно, да, все стандартно. Как им пользоваться, наверное, на обзорном видео я уже отдельно покажу. Чуть приноровиться. И, собственно, будет все хорошо. Так. Открываем, открываем клапан, делаем дела. Потом смываем, закрываем клапан. Здесь все очень просто. Есть инструкции. Ну, и не могу не добавить еще, что, естественно, биотуалет используется далеко не только для автопутешествий. Просто это моя специфика, поэтому я рассматриваю все через эту призму. Биотуалет можно использовать, там, для дачи, например, где нету туалета. Либо там туалет, выгребная яма, извиняюсь со выражением. Там ночью ходить через огород куда-то не всем хочется. Соответственно, для пожилых людей, там, для детей. Ну, штука классная. Об этом я тоже позже поговорю. Сегодня я хотел просто распаковочку для вас сделать и попросить вас, чтобы вы в комментариях написали свои вопросы. Свои вопросы. Возможно, какие-то свои сценарии проверки качества. То есть, как, по вашему мнению, можно проверить этот девайс, для того, чтобы понять, конкурент он Тедфорду и Дометику, либо не конкурент. Для меня это реально важно не с точки зрения, чтобы там отработать рекламу, чтобы вы понимали. Для меня это с точки зрения профессиональной деятельности важно. Потому что я строю автодома, мне надо предлагать заказчикам и клиентам какую-то альтернативную, альтернативные варианты. И вот, допустим, как я приводил пример с насосами, я уже давным-давно не предлагаю другие бренды, потому что просто смысла не вижу. То есть, качество проверено уже всеми возможными способами. Сеофлоу, насосы, насосы, про биотуалет пока ничего не скажу, суперклассные. И когда мне там спрашивают, может быть, поставить какой-то другой, я говорю, что я не рекомендую. То есть, у меня Сеофлоу полностью устраивается, отношение цена-качество великолепное. Даже качество при такой цене, оно достаточно гораздо выше, чем должно бы, по идее, быть. Вот, что будет с биотуалетом, не знаю. Внешне он мне очень нравится, тактильно он мне очень нравится. По качеству изготовления вот нету никаких неприятных там ощущений, впечатлений. Вызывает доверие. Вот пока все, что могу сказать. Дальше мы с вами его, естественно, оттестируем, протестируем, сравним с другими моделями. Вот это, кстати, отверстие, где бумажка торчит, это очень удобно. Вроде мелочь, кажется, что мелочь. Для тех, кто никогда не путешествовал, не использовал автодома, для тех, кажется, мелочь. А вот когда вы эту палатку разберете, будете сидеть в зубах этот рулон туалетной бумаги держать там, и не знать, как вам одновременно всю эту операцию произвести, вот тут вспомните мои слова. Короче, модель клевая. Протестируем, проверим, и, собственно, вам расскажем. Все, спасибо за внимание. Еще раз прошу, пройдите в комментарии, напишите свои вопросы. Очень важно, чтобы мы проверили вместе с вами все-все-все моменты, и уже сделали собственные выводы. Классная эта модель, насколько она классная, стоит ли покупать. А, еще забыл сказать, естественно, Люмпикс от Сеофло прилично дешевле, чем тот же Тетфорд. Прям прилично дешевле. Цены не буду озвучивать, потому что меняются постоянно. Просто сами зайдите, посмотрите там на маркетплейсах, и все поймете. Только не сравнивайте какой-нибудь там суперэконом модель от Тетфорда с, допустим, вот супердорогой с топовой версией от Сеофло. Вот не нужно этого делать. Некоторые так любят. О, я там Тетфорд за 8 тысяч куплю. Ну, иди купи. Потом выкинешь его. Это проще ведро купить, наверное, чем... А вот здесь, здесь уже офигенская тема. Все, ребят, спасибо всем за внимание. Микрофон на месте. Увидимся с вами через несколько дней. Сниму новый обзор, покажу вам. Ставьте лайк, подписывайтесь, заказывайте у нас строительство автодомов. Компания Деван плохого не посоветует. Всем пока.